В КФУ прошел просмотр 15-й ежегодной конференции президента России Владимира Путина. Технология ученых КФУ будет применяться на строящемся заводе в Омске. В Планетарии КФУ проходит новогодняя программа. В Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем назначен новый директор Михаил Абрамский, который до этого момента являлся руководителем образовательной программы и занимал должность старшего преподавателя. Хотим пожелать руководителю успехов в новой должности. А мы переходим к другим новостям. В Казанском федеральном университете прошел общественный просмотр 15-й большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Подробности смотрите в следующем сюжете. В попечительском зале Казанского федерального университета состоялся общественный просмотр 15-й большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. За мероприятием следили активисты и эксперты Общественного народного фронта, волонтеры и политологи. Не первый раз мы смотрим и не первый раз наблюдаем. Вы прекрасно понимаете, что самые острые вопросы, которые можно задавать, можно задавать напрямую. И хорошо, что президент никогда не уходит от этих вопросов. После такого рода пресс-конференции проводится очень мощный анализ всех вопросов, в том числе Общероссийский народный фронт проводит такой анализ. И по регионам рассылаются те проблемные моменты, которые были озвучены. Мы всегда на них обращаем внимание и как раз самая основная работа проходит после того, как мы эти вопросы получаем. Для того, чтобы задать вопрос президенту, 1895 журналистов со всей России приехали в Москву. Каждая линия с президентом, она какие-то новые позиции главы государства по каким-то вопросам проявляется. То есть это не обязательно повторение старого, но и какие-то новые точки зрения и мнения по определенным аспектам. Поэтому, естественно, сообщество внимательно как общественность, так и научное сообщество внимательно следит за этим мероприятием. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут, на которые поднимались самые актуальные вопросы, беспокоящие всю Россию. В том числе вопросы о запрете российских спортсменов от всех чемпионатов мира, изменения в Конституции, а также о климатических изменениях и Парижском соглашении. Ильвира Зорина, Ленардо Влитяров, Универньюс. О том, что еще интересного прошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. Казанский федеральный университет Это новый проект студенческого совета, организованный в новом для КФО формате. Участие могли принять любые желающие студенты. Заявочная кампания стартовала 12 декабря и продолжалась до 17 декабря. Участвовали 6 команд, в составе каждой было по 2 человека. В инжиниринговом центре Набережной Челнецкого института Казанского федерального университета сотни студентов собрались на первом съезде студенчества, чтобы принять положение Лиги студентов Набережных Челнов и избрать председателя новой организации. В съезде приняли участие более 200 человек, а также министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. Со своей стороны он пообещал поддержать начинание молодых людей. Председателя выбрали открытым голосованием, и по мнению студентов эту должность заслужил Евгений Попов. За него свои голоса отдали 139 человек. Большая работа объединить все студенчества в городе, студенческие объединения, студенческие советы и наладить работу в нашем городе. Технология ученых приоритетного направления КНФТКФУ будет применяться на строящемся заводе в Омске, который должен ограничить зависимость страны от иностранных катализаторов. Все подробности далее. Разработки специалистов приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета нашли свое применение для строящегося завода компании «Газпромнефть» по производству высокотехнологичных катализаторов для Омского НПЗ. Планируется, что созданный учеными КФУ катализатор позволит данному предприятию ограничить зависимость России от дорогостоящих зарубежных аналогов. Когда мы начинали разрабатывать для «Газпромнефти», нам в качестве базы сравнения были представлены лучшие импортные образцы, и их показатели закладывались в нулевую линию. То есть мы должны были добиться получения такого катализатора, который не уступает импортным аналогам. И сегодня, для того, чтобы добиться менее 5 ППМ по серии, нашему катализатору необходима температура на 10 градусов ниже, чем лучшим импортным образцам. Но с профессиональной точки зрения, среди специалистов, это считается очень серьезным достижением. Соответствующий катализатор был разработан учеными Казанского федерального университета совместно с Самарским государственным техническим университетом. Его промышленный образец успешно прошел ресурсные испытания в лабораториях независимых центров. Первый катализатор, который нам удалось создать отечественный, это то, что мы сделали с Самарой. Причем мы в течение одного года дали промышленный образец катализатора. Не его лабораторную версию, а версию, которая получена в промышленных условиях. Катализатор успешно прошел два цикла независимой экспертизы. Специалист также отметил, что в следующем году ВУЗ ожидает ряд других немаловажных контрактов с «Газпромнефтью». Потенциально для «Газпромнефти» мы будем разрабатывать в течение ближайших двух лет промышленные технологии базовых алюмооксидных носителей, которые используются для производства катализаторов гидрокрекинга, которые тоже в Российской Федерации на 100% сегодня импортные образцы, и гидроочистка для различных фракций переработки нефти. Эти работы будут продолжены, и мы надеемся, что мы здесь тоже добьемся успеха, потому что опыт и квалификация у нас есть. Мы здесь не первый год, и мы привыкли до конца доводить все наши работы, не останавливаться на лабораторном образце, а приходить к промышленной реализации наших разработок. Эльвира Зорина, Ленар Довлетьяров, Универньюс. 24 и 25 декабря в преддверии самого волшебного и сказочного праздника для детей-сотрудников и студентов Казанского Федерального Университета в актовом зале Института психологии и образования пройдут новогодние представления. Юных гостей ждет музыка и танцы, любимые детские игры, веселое научное шоу и мастер-классы по вырезанию снежинок и плетению косичек. А теперь к следующим новостям. В планетарии Казанского Федерального Университета проходит новогодняя программа в поисках Деда Мороза. Об этом вы узнаете в нашем следующем сюжете. В планетарии Казанского Федерального Университета детей ждет космическое путешествие, занимательные опыты и фильм. Новогодняя программа будет проходить здесь с 18 декабря по 8 января. В новом году, в текущем, у нас изменился формат этих мероприятий. То есть мы перешли от хождения в виде хоровода вокруг елочки к новогодней программе, которая буквально новогодняя и при этом не только развлекательная, но еще и развивающая. То есть она проходит в звездном зале и больший акцент именно на это. Ребята вместе со сказочными героями отправляются на поиски Деда Мороза и принимают участие в занимательных опытах. С помощью них они узнают, как оторваться от Земли, что такое космический вакуум, как понять, содержит ли атмосфера кислород и многое другое. Во время космического путешествия дети посещают разные планеты и спутники, узнают, чего стоит опасаться, чем восхищаться и какие загадки скрывает космос. В конце полета школьники находят послание от Деда Мороза и получают от него в подарок фильм. Мне очень понравилось, мне понравилось разгадывать загадки от Деда Мороза. Сильные всякие делали, искали Деда Мороза, водили хоровод вокруг елки. Понравилось, как Баба Яга надувала шарик без рук. Понравился больше всего фильм и понравилось на весы вставать. Мне все больше всего понравилось. Планетарий Казанского университета находится на территории Астрономической обсерватории имени Энгельгарта КФУ по адресу Зеленодольский район, поселок Октябрьский, улица АОЭ, дом 7, корпус номер 1. Бронирование мест обязательно. Сделать это можно по телефону, представленному на экране. По реакции детей, по реакции взрослых, видно, что этот год очень сильно отличается от того, что мы делали до этого. То есть это довольно заметный шаг вперед. На этом у нас все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова